Урок по гражданской обороне провели для восьмиклассников пятой школы. Для этого в учебное заведение пригласили лобнинских пожарных и представителей Управления по делам ГО и ЧС городской администрации. Подробности в нашем репортаже. Дню гражданской обороны, который в России отмечается в начале марта, в пятой школе в этом году решили уделить особое внимание и рассказать детям о том, что же такое гражданская оборона. Ведь даже для многих взрослых суть этого понятия остается весьма туманной. Чтобы ребята лучше узнали эту систему, то есть понимали четко для себя, в чем состоит работа и гражданской обороны, и МЧС. И, возможно, многие путают разницу между гражданской обороной и МЧС. Наверное, этот урок поможет разобраться и в структуре, и в функции гражданской обороны. О структуре, функциях, а также истории создания гражданской обороны в нашей стране восьмиклассникам рассказал представитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Анатолий Шапошников. Лекция была построена в форме диалога. Учащиеся не стеснялись задавать вопросы. Также, как и не постеснялись примерить на себе настоящее пожарное обмундирование, когда на сцену поднялся заместитель начальника ПЧ-82 Владимир Воржев. Это самый знаменитый костюм Л-1. Он предназначен для защиты тела от воздействия агрессивных средств, в том числе противогаз для защиты органов дыхания и зрения. Это основное. И в дополнение мы покажем пожарную, боевую одежду и снаряжение. Детям это поможет в том, что они будут знать, как защитить себя при помощи этих предметов. И, соответственно, зная это, они смогут оказать помощь близким. Подобную работу с детьми в год гражданской обороны сотрудники МЧС планируют провести и в других школах города. Ранее похожие уроки проходили в рамках экскурсий в Лобнинскую пожарную часть. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».